Все, еще раз всем доброе утро, рада вас видеть. Мы с вами пересекли рубеж, вот, и у нас осталась уже половина где-то курса, вот, и эта неделя, она будет самой-самой приятной, я бы так сказала. Сейчас вы на вебинаре узнаете почему, вот, а пока я хочу, чтобы вы мне чуть-чуть рассказали, какие ваши успехи, впечатления, было ли что-то сложное, что было самое сложное на этой неделе, или наоборот было что-то очень хорошее, вот, и, возможно, у вас есть что-то, что бы вы хотели еще, вот, получить за эти ценных три недели нашей, нашей следующей практики, вот, тогда мы ставим вам индивидуальное задание. Ну что, напишите мне что-то? Что, не напишите? Ага. А, Сашенька, вот это счастье! У меня тоже история, я на йоге рассказывала девочкам тоже, все очень так легко исполняется, все. Вероника мало успевала, вот, ну, успевала, что могла, и это хорошо, у нас вся жизнь впереди, так что еще успеешь, вот, а на самом деле есть определенные способы все успевать, и просто надо собраться, надо собраться и научить планировать свое время так, ну, во-первых, уделять приоритеты, то есть есть вещи срочные, есть вещи важные, и, конечно же, вещи, те, которые важные, они на самом деле срочные, то есть если там есть приоритет заработать денег или позвонить маме, например, то позвонить маме это всегда важнее, чем заработать денег, вот. Вот, и вот надо из всего своего списка огромного дел, мне, кстати, буквально вчера девочки звонили с тем же вопросом, вот из этого огромного списка выбрать вот то, что самое-самое, и пусть это будет самое-самое 20 дел, вот, вы можете вот написать эти 20 дел и постепенно что-то вот выполнять. Приоритет точно себе напоминаю чаще, да, 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 я поэтому у меня вот есть такой дневник прекрасный, где он, не вижу, с такой гопчинской очень симпатичной, и я там пишу все, доброе утро, Алина, расскажи нам про свои успехи на этой неделе, я очень, честно говоря, порадовалась, когда ты мне написала, вот, так что расскажи еще девочкам, вот, я думаю, мы все порадуемся. Ну, напишите еще кто-то что-то, если можете, конечно, потому что я знаю, что субботнее утро, оно, как правило, такое, самое приятное утро, когда никуда не спешишь, поэтому я вам даже очень благодарна, что вы решили его уделить внимание своей учебе. А почему вот печень почистить, почему мало эффекта? Не чувствуется? Типа, а, все, понятно. А, Алина, ты пила яблочный сок? Лена, отлично, ага, все, отлично. Ну, ты, Алин, ты, как бы, не почувствуешь, что печень, это же не то, что там, знаете, лицо грязное, или руки грязные, вы их помыли, они, хоп, тут чистые. Отлично, с соком отлично. Там, руки помыл, они чистые стали, а печень помыл, вы же не увидите так, у вас просто чуть-чуть, ну, как бы, кожа лучше станет, как бы, больше энергии добавится, потому что печень, она в ответе за усвоение, там, разных микроэлементов, белков в том числе, и за деятельность гормональной системы, вот, очень часто бывает из-за сбоя печени происходят сбои в месячных, вот, поэтому так явно вы не почувствуете, что она стала лучше работать. Ну, Саш, попробуй без этого, без сока тогда, вот. И тогда увеличивай дозу сорбита, то есть столовую ложку положи. Марина, а у тебя был какой-то эффект от сорбита с шиповником? То есть, ну, какой эффект должен быть, вы просто сходите в туалет, то есть вообще сорбита можно пить 3 столовых ложки на стакан шиповника, плюс потом еще стакан шиповника без сорбита, вот. Но если вы, ну, вы, в принципе, соблюдали диету, поэтому у вас должно все очень хорошо пройти, просто бывает такое, что очень сильное вздутие или, там, очень сильно слабит. Марин, ты взяла 3 столовых ложки или сколько сорбита? Саш, ну, получается, что в 5 утра печень, она активна, то есть это именно идеальное время, когда вот печень запускает свою деятельность, плюс тебе надо с грелкой походить. А, ну, в следующий раз, Марин, бери 3 столовых ложки, может даже завтра это сделать, в принципе, я думаю, что будет нормально, вот. Вот, потому что есть системы, где эту чистку выполняют, там, 6 раз в течение одного дня. То есть выпивается сорбит, потом через 2 часа снова сорбит, вот. И так это продолжается до вечера. Но перед этим такое должно быть растительное питание. Ну, в принципе, у нас уже растительное питание 3 недели, вот. Вот, поэтому вы вполне можете делать это, например, 3 дня подряд, вот эти чистки. Ну, с грелкой пару часиков, пока там этот сорбит пройдет через печень и создаст желчегонный эффект. То есть сорбит, он, как бы, стимулирует выход желчи. Вот, а тепло, оно будет расширять вот эти проходы. Ну, слушай, я не думаю, что это сильно плохо, потому что они менее жирные и холестериновые, чем куриные яйца, перепелиные яйца. Поэтому я думаю, что это, ну, не смертельно. Вот, просто, ну, если вот этот период очищения, то лучше их исключить, конечно. Вот, и думаешь, что если ты сделаешь чистку, что-то это, там, усугубит и испортит. Вот, поэтому нормально все, чиститесь. Вот, но уже эта неделя будет приятной в этом смысле, что достаточно длительное время, уже почти месяц, мы соблюдаем диету такую аскетичную. И можно уже постепенно ее дополнять всякими полезными вкусностями. Вот, ну, я не имею в виду шоколадки, я имею в виду перепелиные яйца, например. Вот, и я об этом расскажу чуть-чуть попозже. Вот, ну, хорошо. Может, у вас есть какие-то вопросы? Вот, если есть, давайте, тогда я сейчас отвечу на них, и мы перейдем к нашему следующему вебинару. Супер! Кожа лица класс! Это результат. Особенно, если все говорят, Саш. По поводу желаний. Ага, говорите, вот, желание это самое интересное. В общем, вот я рассказывала, есть женская энергия, которая там муна называется, или шакти, вот, и вот она в аскезе очень увеличивается. То есть, когда женщина с любовью соблюдает аскезу какую-то, количество вот ее способностей исполнять желания свои, либо чужие, оно значительно сильнее. И сейчас Саша расскажу. И вот если есть какое-то большое желание, как у тебя, Саш, можно его разбивать на какие-то маленькие части. Если это дом, то нужно, ну, вот, всегда нужно себя чувствовать так, как будто бы ваше желание уже сбылось. И вот представьте себе, что вы желаете дом, например, и как вы будете себя чувствовать в этом новом доме. Вот, то есть, вам будет нравиться по нем ходить, вам будет комфортно, уютно. То есть, все вот эти условия, что вы любите свой дом, нужно создать уже сейчас. И, как правило, дом, ну, это действительно такое глобальное желание. Ну, просто надо сделать уже сейчас в вашем маленьком доме, который вас не очень устраивает, вот, все, чтобы вы его очень-очень любили. То есть, как будто бы это самый-самый лучший дом на свете, и вы продолжаете в него вкладывать, там, например, создавать какие-то декорации, вот, что-то там, перестановки делать, уборку. Вот, как будто бы это уже ваш новый дом. Любить соседей, любить вот то место, где вы живете, как бы улицу, вот, и наполнять вот все вот это место любовью. И как только вот ваше поле внутреннее, оно расширится, там, уже на большой дом, то, ну, естественно, вот этот дом вас отпустит маленький, и вы, как бы, своим полем создадите вот этот большой дом. О, Сережа, привет! Молодец! Супер! Спокойся в плане желудочно-кишечного тракта, что, типа, не прослабила, нет, Сереж? Вот, и просто, если вы мало магнезии возьмете, и если вы ее примете сразу после еды, то, скорее всего, что эффекта не будет такого. Ага, эмоционально спокойствие, может, просто, знаете, как тоже бывает, печень, она же отвечает за такой, как бы, агрессию, злость, вот, ну, когда мы эмоционально реагируем, и когда мы ее чистим, то действительно возникает какая-то такая гармония. Вот, и часто бывает такое, что мы, например, там, я почему не рекомендую слишком таких строгих голоданий, потому что в теле очень много токсинов, которые, как бы, активизируются, попадают в кровь, и они вызывают вот такие вот эмоции, как бы, негативные, а когда мы делаем всякие чистки, убираем там, о, супер, Сережа, отлично сделал, убираем всяких паразитов, вот эти все, ну, желчи, они начинают, ну, как бы, эмоции начинают становиться мягче. Вот, если вы, например, принимаете там сорбит или магнезию, и нету, как бы, слабительного эффекта, вы можете брать чуть-чуть больше, то есть, например, взять магнезию, вообще ее пьют для такого сильного эффекта, если там без сорбита дополнительно, ее пьют несколько раз подряд, там, каждый, по-моему, час по столовой ложке на полстакана воды, и, или каждые полчаса, вот так, то есть, она тогда расширяет желчеводящие протоки, и эффект где-то напоминает, как если вы делали Шан-Кракшалану, вот эту йогическую чистку, когда там выпивается 6 литров воды, она вся проходит сквозь тела, вот, и вот магнезия, она где-то таким же эффектом обладает. Вот только ее надо пить, каждый там полчаса-час по столовой ложке на стакан воды, тогда будет вообще крутой эффект. Ну, кто пьет сорбит утром, вы можете, в принципе, и так сделать, но смотрите, что если вам завтра на работу, чтобы вы себя не перестащили, вот, потому что сейчас опять началась такая погода, типа, сырая, и нужно поберечь себя, чтобы, ну, тело не истощалось слишком сильно. Вот, вообще, молодцы меня порадовали, особенно Сережа, я не ожидала, очень рада видеть, что ты нас тоже слушаешь. Вот, ну, скажите, еще какие-то, может, вопросы есть, успехи? Что, ну, тогда я перехожу дальше, да? Я вообще хотела спросить у вас со звуком, как, может, сделать тише или громче? Нормально все? Напишите мне плюс или сделать тише там, чтобы я понимала, потому что, да, все хорошо. Хорошо, тогда спасибо, спасибо, Вероника. Окей, вот, я, короче, тоже очень вам благодарна за такую возможность учиться и вести вот эти онлайн-тренинги, мне это очень нравится, вот поэтому я развиваюсь и думаю, что к концу нашего тренинга я вообще стану профи, благодаря вам. Вот, и тоже хочу рассказать из своего опыта, у меня в планах нашего, ну, как бы вот этого сорокадневного было организовать детскую поездку, и я все никак уже там полтора месяца не могла этим вопросом заняться, и для этой поездки мне нужно было собрать там 5000 гривен, вот, и, значит, я только запланировала, написала там приблизительно им программу, и тут же вечером ко мне приходит женщина и говорит, ты там детками, слышала, занимаешься? Вот я хочу тебе дать денег, что-то сделать для них, и она дает мне 1000 гривен, то есть это, ну, как бы, потом еще Сережа с Леной поддержали, тоже огромное спасибо вам, и я так благодарна за то, что вот действительно вот то, что я говорила о Шакте, вот это, девчонки, работает, и как только вот мы хотим сделать что-то полезное для себя или для других людей, нас сразу тут же Вселенная поддерживает. Хотите там печень почистить, кто-то хоп, там магнезию подогнал. Ну, я шучу, конечно, но просто желания действительно очень быстро исполняются, вот. Ну что, мы переходим к нашему вебинару следующему, значит, сначала подведем итоги о том, что мы делали. Значит, мы, позитивное мышление, это то вот самое сильное, что притягивает успех в нашей жизни, потому что с нами происходит именно то, что мы думаем. Вот, думаем мы хорошо, позитивное происходит, поэтому я вам еще раз настоятельно рекомендую развесить по всей квартире какие-то визуализации, аффирмации, на экран повесить что-то, в общем, это самое-самое главное. Как только вы заметили у себя в голове какую-то ерунду, все, как бы, гоните ее прочь, и замещайте позитивным мышлением, вот. И вот вы увидите, насколько, чем сильнее ваше позитивное мышление, тем быстрее, как бы, происходят приятные события с вами. Значит, йога, промасливание, интимгимнастика, диета, очищение, мы пили водичку, писали письма, прощали, и резиночку, помните, на руке резиночку, вот я сегодня уже со своей, сейчас очень, видите, многие девочки носят у нас такие резиночки, 20 одендень без нареканий, вот, очень рекомендую что-то такое надеть, и не снимать вообще, даже там в душе. Да, 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 Алина, тоже, у меня девочки горели, тоже хорошо очень напоминает, вот. Особенно, когда уже и ложишься, и засыпаешь с ней, очень-очень круто все. Вот эту резиночку, я, кстати, как раз у меня 20 дней пройдет, и я ее в конце нашего тренинга передарю дальше, так что готовьтесь. Вот. Очищение пространства. Очень многие рассказывали о том, что вещи, которые, там, я отдала, например, многим другим людям пригодились. То есть у меня, говорит, Марина рассказывала, говорит, лежало, там, что-то два года, и я отдала девочке, так она даже, там, письмо написала благодарное, что так пригодилось. Поэтому еще раз взглядом окиньте, что у вас лишнее, и, возможно, кому-то оно сыграет очень большую пользу. Благодарность. Ну, вы убедились, что это великая сила. Вот, и если вы хотите что-то у себя в жизни усилить, благодарите. Благодарите, благодарите. Добрые дела. Мантра «Я желаю всем счастья». Ежедневный отчет, кто заполнял, он очень сильно повышает осознанность. Я сама тоже периодически заполняю. Вот. И даже, там, когда дневник свой введу, там, отмечаю какие-то вещи. Вечернее расслабление и настрой на день. Цели. Вот каждый день, когда вот кто отчет заполнял, мы каждый день писали, что я сделала, чтобы достигнуть своей цели. Вот. И это действительно очень хорошо работает, потому что вы видите, почему вы достигаете цели, или почему вы их не достигаете. Ну, и гармонизация отношений с родителями. Вот. Скажите мне, кто делал эту медитацию и какой результат? Вот. Результат по вашему отношению к родителям или, возможно, что-то, ну, такие какие-то были с родителями. Просто напишите, плюс-минус делали или нет, и если были какие-то, ну, какой-то особенный опыт в этом направлении. Все пишите, а нет? Просто плюс или минус, или смайл? Родители далеко. Отлично. Угу. Делали. На ней засыпаю. Блин, я, конечно, понимаю очень хорошо, что ты засыпаешь, потому что устаешь. Но вот эта медитация, она, ну, можно ее делать в течение дня в каком-то, при каких-то обстоятельствах. Вот утром, когда вы здравствуетесь с миром, говорите, здравствуй, Вселенная, можно сделать поклон маме, поклон папе. И этого, в принципе, для начала может быть достаточно, потому что сегодня я расскажу про более такую серьезную технику. Я так понимаю, что сейчас я вас так загрузила чуть-чуть, и у вас вообще нет времени на это все, и, ну, жизненные обстоятельства тоже делают свою поправку, вот. Но я все равно поделюсь с вами практикой и рода, вот, и чтобы, если у вас будет такая возможность и мотивация, вы все-таки знали, что это есть такой инструмент. Да, спасибо, Вероника. Когда вот так происходит 40 дней, когда мы видим, что родители были счастливы привести нас в этот мир, вот. На самом-то деле их невысшее я действительно была счастлива, вот. Вот, и очень сильно меняется история. Просто вот, как я рассказывала, что, ну, не буду вдаться в подробности, вот, но история переписывается. То есть какие-то события нивелируются и забываются, и вот люди начинают думать, что происходило по-другому. Вот, и это, в принципе, очень сильная практика. Так, ну, идем дальше. Что мы будем делать на следующей неделе? Значит, сбалансированное питание и очищение мы продолжаем. Вот, но сейчас по поводу питания. Как, в принципе, вот то время, которое мы сидим на диете, оно достаточно, чтобы, ну, в теле как бы изменились привычки. То есть это уже где-то 21 день прошел, чуть-чуть больше. И сейчас вы уже можете какие-то дополнения вставлять, чтобы не перестащить организм. Потому что, чтобы нормально функционировала гормональная система, сосуды, чтобы были красивые волосы и кожа, нам необходимы все микроэлементы и витамины. И сейчас, если вы хотите еще продолжать чиститься, у вас еще есть неделя. То есть у нас есть такие Маша, которая будет делать рисовую чистку. Вот, кто еще хочет закончить чистку печени, тоже заканчивайте. Но в любом случае помните, что на следующей неделе уже нужно подключать какие-то животные белки. Если вы кушаете мясо или рыбу. Вот, но мясо я в принципе не рекомендую кушать. Вот, то есть, например, яйца перепелиные или куриные, там, 4 яйца в неделю. Или легкую, так, приготовленную рыбку подключайте. Вот, то есть какие-то уже питательные вещества, потому что сейчас вот и эта погода, и длительное воздержание, оно тоже, ну, должно быть таким умеренным. Вот, но это подключение, оно должно быть, подключение продуктов, я имею в виду, оно должно быть грамотным. То есть вы не кушаете шоколад, например, или кофе подключаете, потому что уже ж можно. А подключайте именно те продукты, которые сделают вас здоровой. Вот, об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Значит, уход за телом и внимание на одежду. Это очень важные моменты, ну, которые там в рамках женского курса я хочу уделить внимание. Вот, но для мужчин это тоже очень важно, вот. Но для женщин особенно, потому что я не знаю человека, ну, в принципе, может, одного-двух и знаю, у кого все нормально с самооценкой. Вот, но в принципе, зачастую, особенно у женщин, знаете, как мы смеялись, там, у кого кто-то хочет, там, волосы прямые, кто-то кучерявый, кто-то грудь меньше, кто-то грудь больше. А на самом деле мы же идеальны, вот. И вот для того, чтобы повысить личностную самооценку, мы должны делать те вещи, которые нам помогут это сделать. А это уход за телом, за своим любимым. Вот эта аффирмация, которую мы говорили, там, я люблю себя, она должна выражаться в действиях. Вот, и об этом я чуть-чуть позже расскажу. Вот, и то же самое, когда мы обращаем внимание на то, что мы одеваем. То есть это не обязательно должна быть дорогая одежда, вот, но просто мы, ну, должны как бы грамотно это делать, и об этом чуть-чуть позже тоже. Вот, и я вам хочу сказать, что когда вот вы, я специально на этом, на этой неделе посетила мастер-класс по макияжу, вот. И, ну, моя подруга мне провела, вот, и она говорит, ты знаешь, я когда крашусь утром, то есть я уделяю там 10 минут этому макияжу, у меня просто совершенно другие реакции на людей, которые меня ругают. То есть мне хочется им сказать, ну, ничего, там все будет хорошо, успокойтесь, вот. То есть не агрессия в ответ, а какая-то любовь, потому что когда вы к себе с любовью, вы точно так же к другим людям. Вот, но об этом тоже чуть позже, сейчас пока просто в общем. Дальше. Фитнес и движение. На этой неделе у нас будет вместо йоги фитнес, то есть всем нужны, конечно же, упругий пресс, красивая попа, ножки сильные, красивые ручки, вот. И йога, она хороша в физнагрузке, но фитнес это то, что сделает и сформирует ваше тело таким красивым, рельефным, очень быстро. Поэтому на этой неделе я буду отправлять записи других тренеров, вот, и вы можете также делиться своими записями, которые вам нравятся, вот, я буду очень рада и благодарна, вот. И желательно, чтобы вот такая вот нагрузка, она была у вас каждый день. На этой неделе вы будете получать задания раз в два дня, то есть не каждый день, а я буду отправлять, например, там, в воскресенье на понедельник и вторник. Поэтому во вторник, на следующий тверг, вот. И вам нужно будет, там, из нескольких комплексов выбирать один, который вам ближе, там, или, там, ноги, или руки, или пресс, или спина, вот, на ваше усмотрение. Вот, также, если вы в группе будете оставлять ссылки, то можно, конечно же, просматривать и другие, я буду тоже очень рада заниматься с вами. Дальше. Позитивное мышление. Мы все тоже оставляем, но становимся еще более бдительные к своим мыслям, к тому, что мы говорим, вот, потому что все, что мы говорим, оно имеет очень большое значение, и это люди, которые развиваются, их не мысли и речь, они очень сильные. Вот, и если вы говорите, например, я не понимаю, что происходит, то вы, это, это как аффирмация, то есть это такое утверждение. Вот, и лучше в этом случае сказать, я хочу понять, что происходит, или я пытаюсь там, вот, или я начинаю, я только начинаю понимать. Вот, то есть старайтесь сформулировать свою речь в том русле, в котором вы хотите, чтобы это происходило. То есть не я хочу дом, например, а у меня прекрасный, там, любимый, уютный, комфортный дом, в котором там для всех хватает места, вот, то есть как будто бы это уже есть. Я хочу, вот, потому что я хочу, оно таки будет. Вот, а уже, как бы, свершившийся факт. Дальше. Вечернее расслабление, благодарности, настроенный день мы оставляем. Вот, и я вам отправлю тоже книгу Роберта, Роберт Энтони, по-моему, «Секреты уверенности в себе». Я отправлю ее в аудио формате, когда вы можете слушать, пока будете куда-то ехать. И также в, ну, читать, в читабельном. Там очень простые секреты, которые вы уже все знаете, вот, но я думаю, что когда вы ее просчете, все равно что-то о себе напомните. Вот, поехали дальше. Значит, сейчас будем подробнее разбирать все. Может, есть какие-то вопросы у вас уже. Значит, следующий слайд о сбалансированном питании. Я сейчас нарушила, вот, следующие там четыре слайда, нарушила все правила составления презентации. И написала очень много текста. Давайте сейчас, если у вас есть такая возможность, вы можете сейчас рассчитать коэффициент, сколько калорий вам нужно потреблять в день. Вот. И таким образом, вот, хотя говорят, что, типа, не важно, сколько калорий, вот, важно там настрой, вот. Вот, но на самом деле хочу вам сказать, что все-таки количество калорий важно. И вот сейчас вы можете определить для начала свой уровень метаболизма. Давайте вы мне напишите плюсики, кто сейчас это будет делать, потому что это там пять минут вашего времени займет. Но это очень интересный и, в принципе, нужный подсчет, если вы хотите питаться сбалансированно. Вот. Хорошо, отлично. Вы тогда, смотрите, у меня просто там кое-какие слова закрыты, то есть я не вижу, поэтому вы сами читайте. Вы берете, считаете, умножаете свой вес в килограммах на 9,6. Ну, Вероника, я опубликую это в группе, ты потом посчитаешь. Вот. Вот, добавляйте там 655, плюс 1,8 на рост в сантиметрах, минус 4,7 на возраст в годах. Это первый этап. Там для мужчин чуть-чуть другой уровень, Сережа, если ты будешь делать, тогда чуть-чуть там ниже смотри. Вот, потом смотрите, когда это посчитаете, смотрите коэффициент своей активности. Вот, если у вас высокая активность, если вы копаете траншеи, работаете на стройке, ну, я думаю, что таких у нас нет на самом деле. Вот. Вы, если, например, много двигаетесь, вот, ну, я считаю, что у меня при моем преподавании йоги это умеренная активность, хотя я преподаю каждый день, вернее, средняя, средняя. Вот. И есть малая активность, это, там, легкие тренировки, и там, например, вы, ну, как бы, ходите пешком на работу, вот. Ну, а низкая активность, если вы везде на машине, вот, и постоянно сидите в офисе за столом. Вот. Ну, значит, посчитали? Нет, наверное, считайте, если не пишете. Значит, считаем. Вот, после этого, когда вы получите цифру, вы смотрите, как бы, коридор калорий, который вам нужен. То есть, если вы хотите похудеть, вам нужно, там, убрать минус 250 калорий. Вот, вот эту цифру, которая у вас получится. Если вы хотите, как бы, набрать вес, к этому всему вам нужно добавить, там, плюс 250 калорий. Здесь написано, коридор калорий для похудения, вот, но просто нужно понять сам принцип. То есть, чтобы поправиться, нужно кушать чуть больше, вот, то есть, ну, дальше мы по микроэлементам своим посмотрим. Напишите ваши цифры, кто посчитает. Саш, ну, вот, мне кажется, что у тебя очень хороший вес, вот, и ты можешь приблизительно вот так его и поддерживать дальше. Ну, Катя, тебе вообще очень... Это ты для похудения посчитала, что ли? Потому что очень мало получается. Алина, отлично. Алина, тоже хорошо, да. Ну, в общем, определились. Теперь дальше. Все посчитали, да? Кто нет, напишите минус. Кто еще считает, не напишите. Так, я иду дальше тогда, если что, вернусь. Катя непонятно, она английском написала. Смотрите. Считаем. Так, что за уровень? Значит, уровень. Уровень калорий. То есть, это количество калорий, которые вам нужно потреблять в день, чтобы, ну, как бы, тело чувствовало себя хорошо. Хорошо. Смотрите, сейчас я возвращаюсь. Еще раз возвращаюсь. Вот. Кто не досчитал, досчитывайте. Значит, там надо поумножить на активность, Саша. Умножаем, а, все, понятно. Умножаем на активность. Смотрите, вот сидячий образ жизни совсем такой, малоподвижный. 1,2. Треньки 1,4. 1,38. В общем, смотрите здесь. А, ну вот, это уже ближе. Потому что в среднем где-то 1500 калорий. Вот. То есть, если вы будете кушать там на 200 калорий меньше, вы будете чувствовать такую, чуть-чуть, может, слабость. Вот. Но вы похудеете. Если вы будете кушать там на 200 калорий больше, вы будете чувствовать такое насыщение полноту и чуть-чуть наберете вес. Вот. Если вы будете точно так же, столько же калорий употреблять, то, ну, ничего не произойдет. То есть, вы сохраните свой вес и будете чувствовать себя прекрасно. Вот. Хорошо, идем дальше. Теперь все же, какие микроэлементы нужны нам для тела. Потому что, если вы будете кушать один шоколад, ну, можно съесть три плитки шоколада, набрать 1500 калорий. Но вы чувствовать себя хорошо не будете. Смотрите. Значит, нам нужно, чтобы в день мы потребляли белков где-то там, не вижу, но, по-моему, где-то 30%. Вот. Жиры должны составлять от 15 до 20% в день. И углеводы 45-50 калорий в день. Вот. И смотрите. Значит, если... Вот ниже абзац. Если вы берете белки, вы вот умножаете там количество белков и получаете, сколько грамм белков вам нужно в день. Вот. Чтобы сохранить вот тот вес. Если вы хотите, смотри, жиры, они... Они самые калорийные. То есть, там, у одного жира, у одного грамма жира, по-моему, 9 калорий. То есть, это самая, как бы, самая такая высокая насыщенность по калориям. Вот. Поэтому, если вы хотите поправиться, вы добавляете чуть больше жиров. Вот. И вот таким образом вы составляете свой рацион по строительным материалам. Потому что белки, жиры и углеводы – это то, из чего строится клетка, в принципе. То есть, вот наше тело. Это такая, как бы, база, можно сказать, структура. Вот. Ну, приблизительно поняли, да? Значит, в принципе, вы вот все, во все эти там нюансы можете не особо вдаваться. Главное, чтобы вы понимали, вот, приблизительный расклад, что белков должно быть около 30%, там, жиров около 20, 15, там, 20, и углеводов около 40, 50. Лен, ну, что-то ты не так посчитала, совсем мало очень получилось. Ты, наверное, не умножила на коэффициент активности. Вот у тебя, скорее всего, что активность средняя тебе надо умножить на 1,55. Вот. Дальше, идем дальше. Сбалансированное питание, оно должно включать, кроме вот этих вот белков, углеводов и жиров, еще и витамины. И я вот сейчас написала, вот я сделала там несколько слайдов по поводу того, какие витамины нам нужны и какие микроэлементы. И, честно говоря, я это все перечитываю, переписываю уже очень много раз, очень много лет, и все никак не могу запомнить. Вот. То есть, ну, всем известно, что, например, витамин D – это витамин солнца. То, что он отвечает за здоровье костей, я постоянно забываю. То есть, и то, что, и где он находится тоже, то, что он в желтке, там, вот, грибы, в масле, в сметане, сливки, сыр, чидер. Вот. В принципе, вот если почитать, например, витамин B2, да, то же самое получается. Орехи, сыр, опять-таки, хлопья, гречка, там, ячка, изюм, тыква, картофель, фундук, творог. То есть, вот если посмотреть вот все вот эти витамины и микроэлементы, они, в принципе, находятся в похожих продуктах. Потому что запоминать, что вот там у нас будет три слайда вот таких вот с микроэлементами и витаминами. Я просто, я не хочу все их перечислять. Вот, я эту табличку опубликую, потому что там, ну, есть хорошая информация о том, что, вот, например, там, кальций, он, кроме того, что отвечает за прочность костей зубов, еще и отвечает за упругость мышц. Он отвечает за свертываемость крови и нормальную деятельность сменной системы. Плюс кальций, он помогает усваиваться магний. Вот, и я, конечно, это все опубликую, но, честно говоря, это вы все равно не запомните. И вам нужно только вот сейчас или потом в табличке вы почитаете вот все вот этот перечень вот этих продуктов, которые вы видите сейчас на экране. И, в принципе, они действительно повторяются. То есть, есть какой-то набор продуктов, который содержит вот эти все микроэлементы, и они должны постоянно быть в вашем рационе. И рацион должен быть умеренный, но разнообразный. Вот, и это орехи, это фрукты, это свежие овощи, это творог, это даже твердый сыр, это и картошка, это и масло, ну, разные масла, и топленое там, и все вот эти льняное, потом зерно, кукуруза, овощи. Вот, я вам хочу сказать, что, ого, ну да, Сережа же мужчина, им больше нужно. Вот, я вам хочу сказать, что у нас в магазинах сейчас вот эти продукты найти очень сложно, хорошего качества. Потому что, например, там считается, что в яблоке есть железо. Но вот тех яблок, которые мы едим, это уже там не железо. И там очень мало, короче, этого железа. И поскольку мы вот едим еду какую-то, часто бывает такое, мы едим, а хочется еще, потому что мы съели вроде как, а не получили вот тех микроэлементов, которые наше тело требует. То есть, например, если вы скушаете там условно пиццу, то вряд ли вы получите там тот же витамин С из перца там, или там то, что должна дать пшеничная мука, потому что она уже дробленная, там замороженная, размороженная, зажаренная. Вот, и мы получим там определенный набор калорий, вот, но мы не получим вот те микроэлементы, которые эти продукты должны дать. Вот, поэтому лучше там вот бобы и зерно сами проращивать, да, все самим проращивать. Я рассказывала вот недавно, что замочила там этот тыквенный горошек, нут, чтобы просто сварить кашу. Он пророс за сутки, вот сейчас очень быстро все прорастает, и оно очень все вкусное. Вот, поэтому вот сейчас вы начнете чуть-чуть больше какой-то добавлять другой пищи в свой рацион. Вот, следите за тем, чтобы эта пища была наполнена вот какими-то микроэлементами. Так, идем дальше. Хорошо, Саша, не буду считать, потому что не поняла, что ты имела в виду. Идем дальше. Семь. Значит, еще по микроэлементам. То есть у нас были витамины, теперь микроэлементы. Фтор, кальций, цинк, магний, натрий, хлор, сера. Вот это вот все есть в нашем организме. Вы можете почитать сейчас, быстренько пробежаться, вот какие-то продукты. Просто я тоже не хочу там сильно много на этом заострять внимание. Вот, но вы должны понимать, что все вот эти продукты там должны быть хорошего качества и включены в ваш рацион. То есть если это, например, вот тут написано финики, инжир, например, нужно выбирать там сухофрукты, которые не политы сахаром. То есть есть у тех, кто стоит на рынке, у них есть заначка под прилавком, и нужно просить, дайте мне, пожалуйста, сухие. То есть мне замочен там, дайте мне сухие. Они чуть дороже, но реально они выгоднее получаются. Например, из расчета того, что сухие они больше, как бы, в весе, вот, и в количестве на один килограмм веса. И с другой стороны они полезнее, то есть это без сахара. Ну, однозначно, пророщенный нут, Алина, действительно очень вкусный. И напиши, пожалуйста, котлетки с морковкой, рецептик. Я это очень люблю, но не знаю, как это делается с пророщенным нутом. Напиши, пожалуйста. Вот, значит, эти все вот микроэлементы, они отвечают за ваше хорошее самочувствие, за ваш сон, за состояние вашей кожи. Да, спасибо, Алина. За то, как вы спите, за то, как работает ваша нервная система, за то, какой у вас либидо, вот. И, ну, за очень-очень многие процессы. Поэтому я вас хочу попросить на следующей неделе быть очень внимательными к тому, что вы добавляете, как составляете свой рацион. Потому что вот эти три недели я настаивала на аскетичном питании, вот, потому что у нас был период, как бы, очищения и перезагрузки организма. А сейчас, когда мы начнем, как бы, включать постепенно такие полезные продукты, составлять нормальный рацион, он должен быть очень осознанным и сбалансированным. Дальше. Следующий слайд тоже по микроэлементам. Железо, цинк, медь, кабальт, марганец, селен. Девочки, то есть мы вообще не знаем, что в нашем организме живет. Вот, и вот тут нет такого микроэлемента, как калия, я уже позже заметила. Но, например, если у калия нет недостаточно в организме, у вас могут быть там на зарядке, когда вы делаете йогу, например, могут быть судороги. Ну, вы знаете, когда, как бы, сложно тянуться. Однозначно, организм это таблица Менделеева. Вот, так, у меня тут свечка, тушу. Так, поэтому очень-очень внимательно к этому относимся. Вот, и я очень буду ждать ваших отчетов, вот, чтобы понимать, как вы с этим справляетесь. Потому что, если вот этого не будет, то вы не сможете, у вас постоянно будет какая-то потребность. То есть, вы знаете, вы, например, там, хотите мясо, например, или хотите там фруктов много, знаете. А если фрукты какие-то, ну, не искусственные, как бы, не натуральные, то они вам не насытят. И вас будет все равно вот это вот желание еще больше покушать. Вот, поэтому, вот, старайтесь все-таки обратить внимание на вот эту мою рекомендацию. Поехали дальше, к следующей теме. Может, по этой теме есть вопросы, тогда вы пишите. Вот, кто хочет закончить очищение, одно другому не мешает. То есть, вы продолжаете очищаться, просто уже из эстетического такого питания начинаете разнообразовать свой рацион. Вот, следующая тема, одна из моих любимых, потому что ей я уделила очень много внимания, это родовое дерево. Вот, и вот, кто делал вот эту медитацию для мамы и папы, я, конечно, понимаю, Хара, я очень благодарна, что вы хотя бы пару разу сделали, если сделали. Вот, потому что, по крайней мере, вы будете знать, что у вас такой инструмент есть. И у нас очень интенсивная работа идет. Вот, вот, за 40 дней вы, как бы, получаете те знания, которые я на себе практиковала, там, 15 лет условно. Вот, но и реально очень, как бы, успеть их, ну, надо действительно сидеть дома и ничего не делать, чтобы их сделать. Но, вот, эти практики, если они будут в вашем арсенале, вы будете знать, как справиться с какими-то задачами в вашей жизни. И вот, родовое дерево, это то, что очень может помочь вам гармонизировать отношения с вашими родителями. Это раз, и, ну, со всеми вашим родом, со всеми вашими, в принципе, людьми, с которыми вы общаетесь. Вот, и я думаю, что мои отношения с родителями, это результат тоже этих практик. Вот, и вы сами многие знаете, что сейчас мои родители очень активно и результативно занимаются йогой, хотя, ну, не всегда понимали мое увлечение, вот, и вот в прошлом году я этим практикам уделила очень много времени. И результат, конечно, меня очень радует. Вот, и вы можете на вот этом родовом дереве, на этой картинке увидеть, что у нас есть связи с мамой и с папой. Вот, через маму у нас есть связь с бабушкой и с дедушкой, через папу у нас есть связь с бабушкой и с дедушкой. Через нашу бабушку у нас есть связь с прабабушкой и с прадедушкой, через нашего дедушку с прадедушкой и прабабушкой. Вот, и вот таким образом я в группе тоже сброшу вам сайт, где это все можно заполнить, и также сброшу таблицу, по которой это все можно заполнить. И когда вы рисуете вот это дерево, не обязательно, что вы будете знать всех поименно, там же до седьмого колена, да, это где-то там чувак 300. Но когда я вот изучала свое родовое дерево, я там ездила к своей бабушке, спрашивала, откуда, кто там, куда, кого она знает. Конечно, она тоже знает там максимум своего дедушку, даже прадедушку не помнит. Вот, но как минимум вы будете знать, из какой земли происходит ваш род, чем занимались ваши прадедушки, прабабушки, откуда у вас вот эти вот черты характера и увлечения. И вы очень многое про себя поймете. Вот я помню, моя подруга, она такая чуть-чуть депрессивная была, вот она говорит, представляешь, я узнала, что у меня в роду есть самоубийцы. Вот, и вот какие-то такие вещи, например, я вообще не могла понять, откуда у меня увлечение с этим эзотерикой. Потом там нашлась бабушка, которая пекла там булочки в церковь про свирки, ну, вы знаете, этот святой хлеб. Вот, и вот узнавая вот такие вот какие-то мелкие вещи про себя, вы будете понимать, что вы не просто так там с бухты-барахты пришли в этот мир, а что этому огромный-огромный процесс предшествовал. То есть очень много ваших бабушек, прабабушек, там, пра-пра-пра-пра, они очень много трудились над собой для того, чтобы вы стали той или тем, кто вы есть. И даже без всяких там медитаций, если вы просто нарисуете свое родовое дерево и напишите, что вот это там моя бабушка, ее звали Такая, это мой пра-пра-пра-пра-пра-дедушка, я не знаю, как его звали, но ой, он отец там моей пра-пра-бабушки, например. Вот, и вот эту связь, когда вы нарисуете в своей голове, у вас появится такое ощущение, вот вы скажете там, здравствуй, мой род, есть специальная медитация, я тоже ее на следующей неделе запишу, здравствуй, мой род, я благодарю тебя за вот то, кем я стала благодаря тебе. То есть род это тоже, как можно сказать, эгрегор или даже бог называют его, но это, для меня это просто вот такое ощущение, знаете, как очень мощной энергии, очень, как река, которая несет, то есть вот вы можете там, я, по-моему, рассказывала уже, вы можете там войти в воду и грести, и грести, и грести, и грести очень долго, но когда вот эта есть энергия рода, она вас несет, и вы только чуть-чуть себе подгребнули, чтобы там к берегу не приплыть, или подгребнули, чтобы приплыть, вот, и вот когда вы устанавливаете эту связь, вы как бы более уверенно стоите на ногах, вы чувствуете эту материю, материю, то есть это, с одной стороны, такая духовная как бы поддержка, но она дает очень много благ в земном мире, такую уверенность в себе, стабильность, вот. Так что, я иду дальше, вот, это задание остается для вас, и я напишу перечень, если, ну, в перечне заданий. Если у вас есть какие-то сейчас вопросы, напишите, пожалуйста, я тогда отвечу. Если нет, я иду дальше, потому что дальше у нас будет кардинально другая тема, которая называется анатомия. Значит, я на этой неделе отправляла упражнение для эндокринной системы, мы с нее начнем. Это наши, вот на картинке вы видите наши гормональные железы, гипофиз и эпифиз, то есть эти две железы, они вообще отвечают за деятельность всего тела, то есть они выделяют гормоны, которые попадают, например, там, в щитовидную железу, щитовидная железа, там, влияет на деятельность поджелудочной железы и яичников, метаболизма всего тела, вот, ну и так далее. То есть они все очень сильно взаимосвязаны, и кроме того, что вы видите на картинке, есть еще скрытые железы, их очень много, они находятся, там, слюнные железы, например, железы пищеварительные, потоотделительные, вот, их сейчас нет, и вот это только железы, которые вы видите, и на которые мы влияем акцентированно, выполняя вот те упражнения, которые я показывала на занятии. Вот очень многие меня спрашивали про комплекс, где же комплекс для увеличения груди, ты же обещала, вот, а на самом деле размер груди напрямую зависит от деятельности молочных желез, а мало деятельность молочных желез зависит от работы гипофиза, эпифиса, той же, тот же яичников, вот, то есть это все очень взаимосвязано. Чтобы гипофиз и эпифис работали нормально, обязательно нужно высыпаться, желательно, чтобы сон был в период, когда луна активна, то есть это где-то с 10 до 2 ночи, об этом мы уже говорили, вот, и я надеюсь, что вы хотя бы стараетесь это гармонизировать, вот, и все остальные железы, мы можем на них воздействовать с помощью упражнений, вот, очень сильно влияют на них прогибы и наклоны, то есть вот, когда мы прогибаемся, например, вот, даже сейчас я подняла голову, у меня растянулась щитовидная железа и сжалась пара щитовидная, которая сзади, потом наоборот, я опустила голову, сжалась щитовидка, пара щитовидка растянулась, там грудь, вот здесь вот находится тимус, когда я его открываю, он активизируется, то есть почему говорят, что прогибы, они повышают иммунитет, вот именно потому, что тимус, потом, когда мы вот лопаткой давим на надпочечники, надпочечники тоже активизируются, выбрасываются, адреналин, например, вот, работая с животом, мы влияем на яичники, на те же надпочечники, на поджелудочную железу, и вот таким образом мы воздействуем на свою эндокринную систему, вот, поэтому, вот, здоровье женщины, именно наполненное женщины, она очень зависит от эндокринной системы, от здоровья, но это только, как бы, часть, то есть это только 30% здоровья, потому что питание, сон, позитивное мышление, это, как бы, одно из основных условий здоровья. Вот, и это то, что касается эндокринной системы, а сейчас по пищеварению. Я поставлю картинку и запущу фильм, который 4 минутки там видео покажет о том, что происходит с пищей у нас в желудке. Каждый проглоченный нами кусочек пищи отправляется в путешествие, цель которого забрать из него все самое ценное. Вы позавтракали, и спустя порядка 30 часов и пройдя через 6 небольшим метров пути пищеварения, растения и животные преобразуются в энергию, а химические группы, из которых они состоят, встраиваются в вашу собственную кровь и тело. Углеводы, белки, жиры, витамины, минералы – все нужные нам питательные вещества берутся из еды. В действительности процесс пищеварения начинается еще до того, как пища коснется наших губ. Сама мысль о еде может наполнить рот слюной. Ежедневно мы вырабатываем приблизительно пол-литра слюны. В слюне находятся энзимы, которые вместе с зубами принимаются за расщепление пищи. После того, как язык помогает еде отправиться в пищевод, все продолжается на автопилоте. Обычная еда преодолевает пищевод за 5 минут. Из него она выходит в сжатом виде вроде пасты. Попав в желудок, как показано здесь, процесс замедляется. Начинается пищеварение. В обычном состоянии этот эластичный изогнутый мешок не намного больше кулака. Однако после плотной трапезы его размер может вырасти более чем в 20 раз. В течение последующих нескольких часов из стенок желудка будут выделяться крайне едкие желудочные соки и расщеплять белки пищи. Одновременно мышечные сокращения желудка будут перемешивать и сбивать пищу, превращая в кашицу. Уровень кислотности здесь настолько высок, что желудку приходится постоянно вырабатывать слой защитной слизи, чтобы желудочный сок не переварил сам желудок. Однако сам желудок поглощает совсем немного питательных веществ. Чтобы увидеть, где происходит этот процесс, при помощи особой камеры таблетки мы отправляемся в 6-метровый демонтажный цех «Тонкий кишечник». В течение пяти часов составные элементы пищи будут толкаться, гнаться друг за другом, поливаться пищеварительными соками, выжиматься как тряпка, пока их ценные составляющие не преодолеют стенку кишечника и не попадут в кровь. Отсюда большинство питательных веществ отправляются прямо в печень, в самый крупный внутренний орган человека. Печень расщепляет, сортирует и отправляет питательные вещества клеткам, чтобы те работали и росли. Наше тело без сомнения старается сбалансировать процесс потребления пищи. Однако временами внутри остается больше, чем выходит наружу. В итоге – жир. Так жир выглядит изнутри, а так – снаружи. Для того, чтобы у вас появился лишний вес, не потребуется много лишних калорий. Всего 15 сверхдневной нормы. Примерно такое количество содержится в четырех фисташках. И через год вы приобретаете лишние 700 грамм. Когда тонкий кишечник всосет все ценные вещества, остатки пищи отправляются в толстый кишечник. За следующие 20 часов будет поглощена вода, а миллиарды бактерий приступят к окончательному разрушению того, что осталось. Наконец, то, что не может быть переварено, покинет наш организм. Замысловатый процесс пищеварения служит еще одной большой... Ну, в принципе, я думаю, что понятно, что я хотела сказать, что на видео хотели сказать. Вот, и вот сейчас вы видите снова на экране. Вы меня слышите, да? Потому что я как-то так изменился звук. Слышно, да? Напишите, пожалуйста, плюсик. Если да... Да, отлично. Тогда едем дальше. Спасибо, девчонки. Значит, вот на экране вы видите процесс пищеварения. И сейчас я вот хочу вспомнить, из чего начался этот фильм. Они сказали, что процесс пищеварения начинается еще задолго до того, как вы положили кусочек еды в рот. То есть, очень часто нам говорят о том, что еда должна быть приготовлена правильно, в чистых условиях, с чистыми мыслями. Вот, и я сейчас вот пока соблюдала диету, несколько раз заходила в кафе. И, честно говоря, еда, которую я там употребляла, сейчас очень чувствительный пищеварительный тракт оказался. И вот эта еда из, ну, таких фастфудов, грубо говоря, из серии, там, суши, например, вот, ну, вот такого вот уровня, она, конечно, переварится значительно дольше и менее, там, легко и приятно. Вот, поэтому, если вы можете заходить, там, в хорошее кафе, где знаете, что хорошо приготовлено, что сбалансировано, там, в соответствии с вашим рационом, все, то это здорово, что есть, если есть такие кафе, вот, если же нет, старайтесь готовить все-таки сами, там, или ходить в гости к друзьям, которые такое готовят, вот, и помнить о том, что, когда вы кушаете, ну, чтобы еда хорошо переработалась, нужно, чтобы хорошо работали сильные железы, а для этого нужно жевать. И жевать, когда, там, раньше говорили, там, 30 раз, но я понимаю, что это очень, как бы, долгое, нудное и скучное, хотя бы 15 раз, чтобы вы пережевывали кусочек еды, чтобы он смешивался с слюной. Когда он скользнет пищевод, там, в желудочке легко обработается и пойдет дальше. Вот, и вы съедите меньше, вот, и старайтесь из пищи получать не только микроэлементы, там, и все, но и удовольствие, потому что насыщаясь едой, мы насыщаем не только физическое тело, оно и энергетическое, и если вы, там, проглотили кусочек, а в это время ваше внимание было в каком-то фильме, вы этого не заметите, и вам придется взять еще один, еще один, еще один, пока вы не почувствуете, что больше не влазит, а эмоционального удовольствия все равно еще нет. Вот, поэтому на следующей неделе еще одно задание, все внимание на еду, то есть вы не отвлекаетесь ни на что, там, ни на газету, желательно даже на разговор не отвлекаться, вот, но не всегда это получается, хотя бы старайтесь не жевать, когда вы говорите, вот, потому что, ну, вы же чувствуете вкус, а вкус это один из органов чувств, который должен получить удовольствие, вот. И вот вы можете посмотреть, что кроме, там, желудка и кишечника, у нас еще есть желчный пузырь, там, печень, селезенка, тот же аппендикс, который тоже участвует и выделяет определенные, там, те же гормоны, вот, как, например, поджелудочная железа, она выделяет инсулин, который, там, его может быть либо больше, либо меньше, в зависимости от того, сколько сладкого едите. Если его больше, то он воздействует на почечник, который выделяет кортизол, гормон стресса. Вот, то есть, если мы едим несбалансированно, наши внутренние органы тоже отвечают нам взаимностью. И, как хорошо сказала моя подруга, что дух не обманешь, то есть, там, с ним торги вообще неуместны. Если вы съедите что-то лишнее, то на следующий день вы себя будете чувствовать хуже. Вот, как в этом фильме, 4 фисташки, и за год вы набираете 700, там, лишних грамм. Вот, и если вы чего-то не дойдите, вы тоже себя будете чувствовать плохо. Вот, и поймите, что каждый кусочек, вот, маленькая конфетка, это миска, вот такая вот миска каши по калорийности, но вот в этой конфетке микроэлементов и витаминах нет. А вот в миске каши вы получите все, что вам нужно. Вот другое дело, что вы, конечно, не получите быстрых углеводов, которые даст вам, там, конфетка, но для этого вы можете, там, кушать ложечку меда в день. Вот, и они будут давать, как бы, насыщать мозг. Вот, поэтому мы стараемся заменять наши привычки какими-то полезными. Вот, и следующий слайд. Ага, и я хочу, чтобы вы вспомнили о том, что мы делаем, когда зарядку для желудка делаем. Когда мы втягиваем, выпячиваем живот, вот все вот эти органы, они испытывают давление, и происходит такой своеобразный массаж. Из них отжимается, как бы, кровь, вот, и они восстанавливаются. Поэтому, вот, та кровь, которая отжалась, как бы, старая, как бы, застоявшаяся, она идет в кровяное русло. И, чтобы себя чувствовать хорошо, нужно пить много воды. То есть, вот эту зарядку для желудка, в принципе, рекомендуется делать каждый день, вот, там, вне зависимости от того, это курс или не курс, вы занимаетесь фитнесом или нет, в любом случае, хотя бы, там, 5 минут уделяйте внимание работе с органами пищеварения. Все, теперь дальше идем. Дальше уже такие будут интересные темы у нас. Да, уход за телом. Вот, и мне нравится, что, действительно, самая красивая женщина, это краси, это женщины, которые счастливые. И, я вспомнила, на днях я встречалась со своей подругой Юля, она тоже принимает участие в нашем курсе, и она, ну, очень занятый человек, у нее трое деток, вот, и она при этом успевает заниматься йогой и делать это, ну, практически каждый день. Она успевает смотреть какие-то лекции, и дети у нее, поверьте, очень воспитанные, очень умные, красивые, здоровые, вот. И когда я спросила, Юля, а как ты успеваешь, потому что я знаю, что даже с одним ребенком не успевают, она мне говорит, знаешь, что я хочу не просто жизнь прожить, а я хочу жить и радоваться, вот. И я вам хочу сказать, что вот все вот эти вещи, которые мы делаем, питание, йога, сон, вот, вот все, что улучшает качество нашей жизни, оно нам дает возможность не просто прожить день, а жить день этот в радости, вот. Поэтому я надеюсь, что ваша мотивация окрепнет, вот, и по окончанию курса вы, уже это будет ваш образ жизни, то есть вот я бы хотела, чтобы так было, вот. Вот, и сейчас я хочу обратить внимание на такие какие-то женские вещи, которые очень сильно повышают самооценку и улучшают качество вашей жизни, как вот уход за телом и красота. Я этому искусству очень восхищаюсь у индийских женщин. То есть вот вы сейчас видите на рисунках красивых, ухоженных, накрашенных, красиво одетых индийских женщин. И вот я уже говорила сегодня о том, что когда там есть на лице макияж или нет его, но когда вы перед выходом уделите внимание своему телу, вы наденьте красивое платье, пусть оно будет недорогим, но оно будет давать вам ощущение уверенности в себе, пусть у вас там будет немного этих платьев, но они будут вот любимые. Вы, просто я знаю, что многие уже точно знают эту тему, но я просто хочу обратить ваше внимание на нее, чтобы на следующей неделе вы больше уделяли внимание каким-то физическим проявлениям. Не просто смотреть в зеркало, говорить, я тебя люблю, а действительно, чтобы вот это я тебя люблю проявлялось в каких-то действиях. Я тебя люблю, и поэтому я не буду сегодня пить там чашку кофе или вторую чашку кофе. Я тебя люблю, и поэтому я надену, украшу тебя, я надену вот эти красивые сережки. Вот, я тебя люблю, и поэтому я не могу надевать вот эти дырявые носки или вот эту нелюбимую кофточку. Вот, я хочу сейчас вам показать одно видео, просто кто эту тему не изучал, я вас прошу обратить внимание на нее. Оно одно из многих видео, которые вы сможете найти в интернете, вот, и которые вам могут помочь вот для себя определить ваш стиль. Сегодня я хотела вам помочь быть ярким и любить ваш стиль. Это не важно, куда вы идете, на улицу или в школу или на работу. Я думаю, что надо любить ваш стиль и не одевать скучную одежду. Я думаю, самая главная вещь – это не покупать скучные майки в разных цветах. Лучше купите одну рубашку, которую вы будете просто обожать. Это не важно, если у вас очень мало одежды, потому что у вас могут быть много одежды, но они все будут простые и скучные. Но у вас могут быть там пару вещей, и они могут просто быть обалденные. Я думаю, вы знаете, что я обожаю такие шапочки, потому что они очень много добавляют снаряда и просто делают его клевым. Вот эту куртку вы будете видеть очень часто скоро, потому что я ее недавно нашла в Заре. Эта мне настоящая кожа стоила вокруг 50 евро, по-моему. Я просто в восторге. Она так классно сидит и смотрится просто обалденно. Как видно, просто можно иметь одну классную куртку и набор сетю наверх любого наряда, и ваш наряд будет классным. Пока погода мне позволяет ходить в шортах, я просто всем вам советую такие шорты. Они такие классные, уникальные. И, как вам видно, мне всегда надо ее носить с очень простой рубашкой, потому что они и так очень громкие, и мне это нравится. И да, вы можете выиграть этот кардиган и вот эти классные шортики, так что прочитайте внизу, если вы хотите выиграть. Вот, ну, в общем, это все то, что было главное в этом видео. Я думаю, вы поняли, что я хотела сказать. Вот, поэтому вы можете делать свой образ, вот как на рисунке женщина с разрисованной их руками. Это очень доступно, но это делает вам, вам дает такую какую-то изюминку. Соня, да, Соня. Девочку эту звали Соня. Вот, и я не буду долго на этой теме останавливаться, а тоже вот просто посмотрите в интернете разные сайты, где как девочки одеваются. Обратите внимание на свой стиль и совершенствуйтесь в этом направлении тоже. Дальше наш макияж. Я ВКонтакте тоже запущу ссылки на видео, которые мне нравятся, обучающие по макияжу. Но вот на примере поп-звезд вы можете увидеть, какая женщина, насколько она становится более красивой с макияжем. Конечно, безусловно, что самый лучший макияж – это счастливая улыбка. Вот, но я вам хочу сказать, что женщина должна быть разнообразной. И иногда она должна быть очень простой, как вот я тоже рассказывала мне моя подруга по поводу Ричард Бах. Он писал, что там у него была женщина. И он говорит, я вот вижу, она идет в джинсах, простой какой-то рубашке. У нее развеиваются волосы, и все на нее обращают внимание, оборачиваются. Так вот, действительно, женщина должна быть такой. Но иногда, когда вы хотите чувствовать себя увереннее, например, или произвести какое-то впечатление, или просто внести разнообразие в свою жизнь, в жизнь вашего любимого человека, вы можете сделать какой-то нестандартный макияж. И вот такая есть, по-моему, Елена, я забыла, как ее фамилия, но я опубликую это видео в ВКонтакте у нас в группе. У нее очень много интересных видео, как сделать там макияж в Малин Монроу или с макияж. И для женщин можно бесплатно этому обучиться, причем не обязательно должна быть дорогая косметика, как вот там в этих видео она будет говорить. Да, Елена Крыгина, правильно, Марин. И старайтесь разнообразить, разукрасить свою жизнь такими классными красками. Вы увидите, как на это реагируют другие люди, как вы себя будете по-другому чувствовать вообще, как вы будете сами меняться. Вот, потому что вот представьте там звезду, которая пришла на получение там Оскара того же без макияжа. Вот, или вышла на сцену без макияжа. Такого невозможно. То есть вы должны быть звездой своей жизни. Вот, и чтобы себя чувствовать такой, вы должны, ну, как бы с помощью внешних средств помогать себе это делать. Вот, это очень сильно у нас, у девочек, у девочек были вопросы по уверенности в себе. Это очень сильно повышает уверенность в себе. Очень сильно повышает любовь к себе. А, слушайте, подождите, у меня же еще есть информация такая. Я объявляю конкурс на лучший макияж. Вот, вы можете сделать фото до и после. Вот, конечно, это то, что я говорила. Самый лучший макияж это счастливая улыбка. Для человека это счастливая улыбка. Я вам желаю его действительно носить не снимая. Но, значит, до конца курса я объявляю конкурс на самый лучший макияж. И победитель выиграет вот такую книжечку. Курс лекций сестры Фу Линбао. Это очень классная книга. Тайна женская доктрина. Я ее прочитала несколько раз. Это книга из моей домашней библиотеки. Вот, и поскольку я уже ее прочитала несколько раз, я ее хочу передать в надежные руки красивой, мудрой, счастливой женщины. Вот, и я надеюсь, что вы проэкспериментируете, мое домашнее задание сделаете, и пришлете замечательные фотографии. Причем, ну, на это не надо много времени. 10 минут в день, вот, и вы чувствуете себя прекрасно. Как мне Ксюша говорила, у нас на работе, там надо отмечаться и проводить определенное время на работе. Так я, говорит, чтобы экономить время, делаю это уже, когда отмечусь. Вот, то есть, ну, используйте, как-то так выстраивайте свой график и будьте красивы и счастливы. Вот, и теперь я хочу подвести итог нашего с вами задания на следующую неделю. То есть, мы продолжаем соблюдать диету или очищать организм. Вот, с помощью, там, внешних каких-то атрибутов повышаем женскую энергию и самооценку. Фитнес и движение. То есть, вы можете уже сейчас потеплее, можете включать бег вместо фитнеса. Продолжаем позитивное мышление, вечернее расслабление, благодарность, настрой на день. Книжка про секрет уверенности в себе я сброшу. Ну, и еще вот я одно, один вопрос не дописала, это медитация рода. Вот, поэтому сегодня у нас уже более такие приятные задания, поскольку уже можно и разнообразить свой рацион, и делать какие-то приятные вещи для своего тела. Я вас поздравляю, что мы прошли вот этот вот сложный рубеж, и сейчас можем допустить какие-то женские приятные штучки. Вот, и я надеюсь, что вы будете более активны в заполнении ежедневных отчетов, и особенно с макияжем. Это очень-очень вдохновляет, знаете, такая женская конкурентность, она все равно тоже есть, вот. И это будет очень мотивировать и вдохновлять других женщин. Вот, я тоже буду это делать. Ну, правда, без приза. Вот, если кто-то будет из другого города, кто выиграет книгу, я обязательно отправлю. Вот, и буду рада очень. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы какие-то, вот, может, какие-то вещи, которые вы хотели бы сами освоить для себя, тогда я могу вам помочь с инструментами. Вот эта неделя у нас будет простой, но достаточно активной, вот. И через неделю мы с вами будем осваивать упражнения по соматической йоге, то есть это уже не активность нервной системы, а полное ее, скажем, расслабление, то есть пассивность, но не полная, вот. И в воскресенье я на следующих выходных организую приезд моего друга в Украину, это Юрий Хомутов, который очень специализируется на этой системе. Во вторник, 17-го числа будет его бесплатный вебинар, и вы можете присоединиться по этой же ссылке, послушать в 7 вечера по киевскому времени этот вебинар, и присоединиться либо на семинар, на тренинг, либо на занятия, потому что вот в воскресенье занятие, которое я веду с 10 до 12, я буду, я его попрошу провести полчаса занятия по соматике, то есть вместо шавасаны мы проведем расслабление с упражнениями, вот. И вы можете тоже прийти, присоединиться, познакомиться с Юрой, вот. И, ну, кто не сможет прийти и послушать его тренинги о следующей неделе, вот это у нас фитнес-неделя фитнеса, а следующей неделе, наоборот, неделя соматики, будет неделя соматики и дыхания, поэтому вы используйте вот все вот эти возможности, чтобы познакомиться с разными воздействиями, способами воздействия на тело, потому что последние две недели вы уже сами будете составлять свои задания, вот. И у нас с вами осталось два вебинара, они будут тоже в субботу в 10 утра, вот. То есть сейчас я скажу вам даты, это будет сегодня 14-е, 21-е, 28-е. Вот, 4-го числа...